сегодня я буду рассказывать про фотокус про сложную штуку и почему мы делали ее 2 года и чем там подвохи и мы начнем с плеера это единственная часть которая сейчас видно пользователю и в ней есть много всего не есть интерактивные элементы а мы начнем с того что находится сзади то есть вот этого видео которое составляется и крутится на заднем плане главный факт про этот контент заключается в том что это не видео это на самом деле нет никакого видео потока нет никакого видео которое хранится как файл и транслируется тем кто смотрит трансляцию на самом деле это такое очень продвинутое слайд-шоу то есть у нас есть картинки отдельно у нас есть видео отдельно у нас есть аудио отдельно и ни в какой момент проигрывания трансляции не происходит как бы рендера не происходит сведения этого в один видео поток какие это создает преимущества ну во первых мы получаем у меня повествование устроено так что у меня есть монтики которые напоминают мне о чем надо говорить и они типа значат что-то молния означает что у нас процесс монтажа не содержит вот этой затратной части по рендеру то есть момент когда в админке собран контент он уже готов к воспроизведению не нужно собирать видео и тратить на это типа в ресурсе видеокарты которая возьмет и склеит это все в один видео поток во вторых у нас появляется возможность разделять ту информацию которая в потокусе запечатана в контенте и ту часть которая программируется на лету по этому самолете и вот порядок воспроизведения картинок и видео он задан и буквально там написано на уровне данных что с первой пятой секунды мы показываем вот эту картинку с дальше мы показываем вот это видео а еще мы параллельно воспроизводим это аудио а все что происходит с точки зрения превращение этот динамичный поток то есть вот эти красивые эффекты красивые переходы это все программируется медиа на уровне данных а всякие двигающиеся штуки они на уровне кода и это создает такую такое преимущество которое я называю бессмертный контент это про то что когда мы запечатываем видео процессе обычного монтажа у нас ну происходит вот слепок этого видео и она остается таким навечно и мы через 10 лет смотрим видео а у него там устаревший дизайн или эти переходы уже не модные у нас происходит вот это разделение на то что четко задано и то что вмонтировано вот прямо в контент а есть штуки которые мы можем со временем перепрограммировать например устарел переход и мы взяли и запрограммировали новый или даже тот не устарел мы взяли просто захотели добавить новый переход и в момент когда мы программируем это у нас есть уже собранный контент нам больше ничего не нужно делать для того чтобы появился новый эффект он автоматически появляется в во всем контенте потому что он добавляется на лету а не запечатывается робот это веселая история которая рассказывает про ограничения однажды я принимал участие в хакатоне в удаленном хакатоне по управлению настоящим роботом и задача выглядела так команде дается пять часов и дается следующее задание но нужно написать программу для робота и через пять часов этого робота поставят вот в такой квадратный полигон и ваша задача написать такую программу чтобы робот из центра доехал до стенки а потом просто проехался по периметру и с точки зрения этой задачи как ну просто математической с точки зрения алгоритмической это очень простая задача потому что ну берешь едешь потом поворачивать потом еще идешь еще поворачиваешь и еще есть у робота есть датчик который говорит сколько там осталось до стены и вообще он умеет по кругу смотреть сколько там до всех стен в реальности у всех команд получилось по прошествию пяти часов примерно вот такой результат потому что вступили физические ограничения потому что стены это на самом деле не идеальная квадратная коробка а какие-то пенопластовые стенки которые встали и пол он тоже хоть и относительно ровный но в нем может застрять колесико и робот он не умеет поворачивать на 90 градусов он умеет просто поворачивать в течение какого-то времени и нужно угадать когда там уже наступило 90 градусов или дар который считывает расстояние он тоже работает не без отказа он иногда может выдавать просто случайные значения что стена на бесконечности или на нуле и в итоге это оказалось очень-очень сложная задача и ну конечно когда я смотрю на робота в бостон динамикс я представляю что это задача умноженная на миллион и я просто невозможно и вот все время что я работал над фартопусом у меня складывалось ощущение что это очень похожая история потому что звучит очень просто слайд-шоу потому что тебе нужно картинки показывать и видео и сменять их с эффектами и переходами по факту реальные ограничения виде ограничений по вычислительной мощности компьютера по трафику то есть просто по интернету по времени то что у нас все загружается в неопределенный момент может произойти такое что например скорость интернета маленькая и мы уже дошли до проигрывания видео она еще не загрузилась и в этот момент нужно что-то делать и в итоге оказалось что построить плеер который будет стабильным который не будет просто вылетать который будет нет не будет подтормаживать который будет оптимизирован по трафику так чтобы он не ел сразу просто 300 мегабайт при открытии казалось очень сложно плюс к этому нет инструментов которые позволяют просто взять и сделать слайд-шоу точнее они есть но они недостаточно гибкие мы не смогли бы на готовых инструментах построить ну такую сложную вещь как эфир в потокусе и например одно из ограничений это то что если мы хотим делать какие-то эффекты самописные то мы должны работать в координат и что например эффект который называется тембернс когда у нас есть картиночка которая просто со временем увеличивается для того чтобы не показывать статичную картинку 5 секунд а показывать что-то двигающееся ну мало того что нужно увеличивать картинку еще нужно сохранять центровку а в программной инженерии система координат она начинается вот в левом верхнем углу это значит что если мы увеличиваем картинку нам нужно ее немножко сдвинуть влево и вверх для того чтобы казалось что она ее упорная точка в центре и программирование переходов и транзишнов это все про вот эти вычисления в координатах они не сложные но их приходится писать самостоятельно эта штука это не плита это управление это про элементы управления и это про вот этих ребят которые находятся в углу трансляции если у нас нет одного видео нет одного источника данных то чем управляют элементы управления по факту оказывается что всем например если у нас внутри контента находится три видео и мы нажимаем на кнопку mute это значит что мы должны пойти в каждое видео и там выключить звук учитывая конечно то что некоторые видео могли еще не загрузиться и нужно бы как-нибудь нам запомнить что когда она загрузится оно должно быть без звука или например кнопка паузы которая тоже должна пройтись по всем видео ну картинки она игнорирует потому что картинки нельзя поставить на паузу видео можно окно это о том что player должен быть адаптивным что он должен выглядеть одинаково на всех экранах и мы это значит что все координаты в которых мы работаем они должны быть относительными они должны учитывать то что у нас есть окошко что оно у всех разное и что оно может само меняться со временем например при изменении размера окна в какой-то момент мы решили что нам нужно было выбрать соотношение сторон для плеера вот когда мы открываем его на главной странице какие какое у него должно быть соотношение сторон мы выбрали 19 на 9 потому что 16 на 9 это разрешение соотношение сторон большого количества мониторов но когда мы открываем браузер как правило мы открываем его уже в какой-то среде у нас есть операционная система которая съедает немножко своими элементами управления пространство у нас есть браузер у которого наверху есть табы и в итоге мы посмотрели и увидели что 19 на 9 это как раз примерный размер вьюпорта браузера если больше ничего не менять и и интересно что вот это соотношение сторон фиксированное это не техническое ограничение вообще плеер написан так что он умеет работать с любым соотношением сторон то есть если можно сделать квадратный плеер и он правильно отрендерит все картинки все транзишены и переходы но в какой-то момент мы начали думать о позиционировании о том как все будет выглядеть на разных соотношениях сторон и что нам приходится мучиться с позиционированием в том числе биджетов с изменением их размера и мы приняли решение просто отрубить этот хвост и поставить в плеере соотношение сторон 19 на 9 но то что мы написали более общую систему это хорошо потому что еще есть вопрос экспорта если мы захотим отрендерить что-то в ну например разрешение тиктока или сториза для инстаграма то мы сможем это сделать просто с помощью внутренних наших инструментов поставить нужное соотношение и экспортнуть например вертикальное видео или квадрат как мы решили вот эту сложную проблему с неизвестностью и с тем что мы работаем в условиях реальных ограничений изначально мы приняли очень такое простое решение упрощение это сначала загружать все картинки и видео а потом проигрывать контент ну когда у нас контент был небольшой ну например из трех из пяти картинок это никак не ощущалось мы просто сначала грузим три картинки потом их воспроизводим в 15 секунд все окей но в какой-то момент у нас появился контент типа навигации для московского транспорта что-то такое в котором находится не три картинки а пятьдесят и если грузить этот контент сразу то получается что пару минут грузится при хорошем интернете этот контент и пришлось перейти на другую систему и ввести новую концепцию которую я назвал счетчик времени идет всегда секундомер когда мы смотрим youtube у нас есть такое такая ситуация бывает что интернет например медленнее чем видео чем нужно и мы в какой-то момент наша подсвеченная красная красный таймлайн догоняет то что у нас подгружено и в этот момент youtube останавливает воспроизведение и говорит сейчас сейчас догрузится мы не можем себе такого позволить потому что у нас нет единого источника правды о загруженности контента у нас видео может загрузиться а аудио которое воспроизводится в тот же момент еще нет и что нам тогда делать и можно было придумывать частные случаи придумывать что если наверное видео загрузилось то его можно воспроизвести без аудио но я придумал концепцию которая говорит просто всегда таймер идет даже если не успела подгрузиться все равно воспроизводить и это сложно переход на эту систему он занял достаточно значительное время потому что мы все это время работали из предположения известности мы знали какие у нас картинки еще до воспроизведения мы знали их размер например мы могли заранее посчитать как они там впишутся в плеер мы знали длительности видосов сейчас когда мы перешли на эту концепцию мы ничего не знаем и приходится обрабатывать это исключение постоянно и сейчас ну можно запустить плеер и выключить интернет и он продолжит воспроизводиться до конца и это было сложно этот качок он про нагрузку про загрузку если мы не подгружаем все картинки и видео перед воспроизведением контента то в какой момент мы его подгружаем ну на самом деле во все моменты то есть у нас постоянно мы проверяем на 30 секунд вперед не пора ли там что-нибудь загрузить мы только начали воспроизводить контент и подгрузили картинок видео на 30 секунд вперед и по мере того как воспроизведение продолжается мы подгружаем все дальше и дальше картинки и таким образом эта динамическая подгрузка она позволяет экономить трафик потому что мы например можем открыть контент с середины и тогда у нас не загрузится все что было в начале и если мы закроем браузер то соответственно мы не потеряем все что было загружено потому что оно загружено не было это иконка программы time machine для мака которая делает бэкапы но концепция перемотки времени она тоже непростая потому что мало того что нам нужно подгрузить все если мы перемотали например на середину так еще и у нас разные медиа должны перемотаться на разное время ну например вот такая ситуация в сборщике мы перемотали на 20 секунд вперед у нас есть видео которое начинается в один момент вот этот axe generator есть audio 2.mp3 которое начинается в 12 секунд и есть 1.mp3 который начинается в одну секунду и когда мы устанавливаем вот эту каретку на 20 секунд то получается мы должны еще вычислить а какой файл перемотать на какое время и видео оно началось недавно его нужно перемотать на 5 секунд а файл 1.mp3 он начался давно его нужно перемотать на 19 секунд то есть это интересное наблюдение когда когда в ютубе мы перемотаем на 20 секунд ну вот нам нужно 20 секунд видео перемотать здесь у нас нужно посчитать еще что на что перемотать сейчас я расскажу про процесс про то как происходит в плеере сборка контента из чего она складывается как то что добавляет редактор в менюшке превращается в что-то что производит про проигрывается в плеере ну все начинается с медиа и оно хранится где-то на облаке мы просто храним картинки а еще мы знаем контент их порядок мы знаем какое место редактор поставил картинку мы знаем куда где на таймлайне находятся виджеты и в принципе все ну мы знаем параметры которые виджеты заполняет редактор контента и во первых нам нужно что-то сделать с медиа потому что размеры медиа они не совпадают с размерами плеера например картинка может быть 1000 на 1000 а плеер у нас у него соотношение сторон 19 на 9 что делать вообще за это отвечает отдельный алгоритм чтобы получить вот такой результат нам нужно во-первых нам нужно сравнить ну я называю это вертикальности картинки и плеера в данном случае у нас плеер горизонтальный он всегда горизонтальный а картинка вертикальная это значит что чтобы она поместилась полностью нужно растянуть ее по высоте ширину сделать такой чтобы ну пропорциональной чтобы картинка не искажалась и у нас останутся поля слева и справа и картинку еще нужно поставить строго по центру если у нас картинка была бы горизонтальная такая колбаса еще горизонтальнее чем плеер то было бы наоборот мы бы ее растянули на ширину плеера и остались бы поля сверху и снизу но просто черные поля оставлять не прикольно поэтому мы придумали засовывать сюда фон который формируется из той же картинки он даже не загружается второй раз но он работает по-другому если картинка пытается заполнить если картинка пытается поместиться в плеер и чтобы ее было видно полностью то фон пытается заполнить плеер чтобы не осталось черных мест чтобы все оставалось красивым и естественно это все тоже в координатах нам нужно считать все соотношения сторон там вычислить координаты центровать и примерно это делать каждый раз когда мы например высаживаем окно нам нужно перечитать все это заново раньше еще мы этот фон блюрили и это было чуть красивее но блюр это очень тяжелая операция она очень сильно нагружает процессор или не процессор да наверное процессор есть там вычисления какого-то шума и поэтому мы оставили только затемнение чтобы не тормозило следующий процесс он у меня в голове и в коде называется гидротация это как будто у нас есть сухой набор медиа картинки и видео и мы знаем их порядок но мы его как бы орошаем какими-то эффектами и переходами для того чтобы это было интересно смотреть я называл это здесь наполнение что такое с технической точки зрения эффект это во первых конечно штука которую нам приходится писать самим то есть если бы мы просто делали какой-нибудь сайт то мы могли бы современный веб он настолько развить что мы можем написать в коде просто css допустим транзишн и браузер все за нас посчитает здесь мы работаем с более примитивным и ну программисты называют это низкоуровневым инструментом когда нам когда у нас больше контроля но нам приходится больше писать самим нам нужен какой-то механизм который изменяет картинки и видео они в этом контексте называются спрайты как бы кусочки изображения и и это можно представить как такую черную коробочку куда мы загружаем спрайт картинку или видео и еще мы сообщаем туда время ну или можно сказать номер текущего кадра и когда эта коробочка производит внутри себя какие-то вычисления и возвращает нам новую картинку типа вот смотри ты отдал картинку обычную с полями а я тебе дам подвинутым на 1 пиксель а на втором кадре я тебе дам картинку подвинутую на 2 пикселя а на третьем 3 и таким образом при увеличении номера кадра у нас создается анимация сначала мы написали простые эффекты они оказались не самыми используемыми но для того чтобы проверить вообще концепцию и для того чтобы проверить насколько просто их дописать новое мы создали вот такие эффекты слева наверху Кен Бернс про который я рассказывал в правом верхнем углу блюр который тоже интересно что он не в одно время берет и сразу заблюривает все а здесь он делает это постепенно и разблюривает тоже постепенно для этого в том числе нужен номер кадра здесь просто фейт а здесь зеркало у меня было предположение что например можно будет что-нибудь влюрить а сверху лепить виджет и так можно сделать но по факту мы так не делаем виджеты скорее адаптированы по то чтобы быть видимыми на любых пестрых фонах и на основе этих виджетов этих эффектов появились более продвинутые вот вот такие в левом верхнем углу все еще кинбернс но во-первых он умеет работать в двух направлениях а во-вторых он изначально его стартовая точка это картинка которая заполняет камос то есть здесь никогда не возникает полей мы так сделали потому что иногда вот это горизонтальные поля они начинают интерферировать с окошком с комментариями и вот эта продольная полоса она начинает разрезать буквы их становится сложнее читать ну и вообще некрасиво а потом мы сделали вот такой кинбернс в новом режиме режиме в правом верхнем углу эффект который я назвал слайд слайд типа легкий слайд это немножко динамичный эффект он просто берет сначала центрует картинку а потом делает небольшую анимацию в любом направлении там сверху вниз или слева направо или в любом из четырех направлений справа слева внизу эффект который называется просто слайд и он применяется к картинкам с большим соотношением сторон то есть если это очень горизонтальная или очень вертикальная картинка то она вот так пролистывается полностью для того чтобы можно было разглядеть детали и еще интересно что она делает это нелинейно то есть она сначала ускоряется а потом заведляется это значит что нам тоже нужно произвести вычисление нам нужно это называется easing function нам нужно только самим ее написать и создать такую кривую перемещение на уровне кода справа внизу находится видео и на самом деле к нему тоже применяется эффект просто он статичный этот эффект растягивает видео на всю на всю площадь канвеса видео тоже остается без полей но он просто остается в таком положении потому что видео на самом по себе динамичное его не обязательно еще двигать эффектом с транзичными это очень похожая история только если эффект это механизм который берет одно медиа и время и что-то с ним делает транзишн он выполняется в момент когда мы воспроизводим два медиа одновременно то есть он должен по каким-то правилам сделать резкую смену медиа плавной то есть например самый простой транзишн это альфа транзишн когда у нас первый слайд становится прозрачным а второй непрозрачным потом появился еще один транзишн слайд овер и сейчас используются эти два транзишна но немного в продвинутой форме на самом деле история такая что у нас все время был просто альфа транзишн а в какой-то момент Саша начал монтировать видео для анонса и сделал там альфа транзишн в сборщике который не просто меняет прозрачности но еще слайд который приходит следующим его немножко так поджимает делает чуть меньше с анимацией как будто он как лист бумаги падает на плеер и я посмотрел подумал почему у нас этого еще нет типа это делает намного красивее достаточно резко ну и я взял и сделал еще интересная ситуация происходит когда транзишн комбинируется с эффектом иногда так происходит случайно что они вместе работают прикольно например здесь произошел такой эффект новый слайд поднялся наверх но одновременно с этим начал прокручиваться провистываться вниз и у меня немножко взрывается мозг от этого перехода каждый раз и он получается случайно мы дополнительно ничего не программировали просто такая эмергентность возникла это правило по которым мы выбираем какой эффект применять какому медиа потому что ну я говорил что условно горизонтальная колбаса она пролистывается там слева направо вертикальная сверху вниз но это же тоже нужно как-то посчитать нужно как-то посчитать соотношение сторон плеера соотношение сторон медиа сравнить их между собой и выбрать и эту схему я на самом деле нарисовал еще давно для нас и просто показываю что там для супер высоких картина включается слайд вверх или вниз для супер широких слайд влево или вправо а если она ну примерно соотношение сторон плеера плюс-минус то включается кембернс или вот этот легкий слайд после этого когда мы выбрали все эффекты и транзишены мы добавляем в контент виджеты ну если быть точнее то сейчас добавляется один виджет это виджет с лицами когда появляется кружочек в левом верхнем углу он не добавлен редактором в контент то есть этот кружочек он появляется случайно при наступлении определенных условий и мы так это случайно запрограммировали чтобы условно в среднем там раз в минуту это лицо возникало и создавало такой контакт с живым человеком ну вот вот такой виджет и последнее что происходит это наполняется не только контент сам по себе но еще и плеер в целом ну то есть добавляются к нему виджет с комментариями с бегущей строкой добавляется например здесь видно что снизу и сверху нет сверху уже нет только снизу есть такая тенюшка для того чтобы то что написано снизу лучше читалось это тоже не задается в контенте это уже добавляется в плеер при воспроизведении и потом наступает самая интересная часть потому что все что я рассказывал об это до этого оно все происходит в момент загрузки то есть оно все эти механизмы все эти проверки выполняются до воспроизведения а потом мы начинаем покадрово проигрывать контент и сначала мы выбираем какие спрайты какие медиа нам нужно воспроизводить нам нужно выбрать те которые воспроизводятся и скрыть те которые сейчас не нужно видеть потом мы проверяем нужно ли нам подгрузить какой-то новый контент на 30 секунд вперед какие-нибудь новые картиночки и если нужно подгружаем ну фоновом режиме потом мы смотрим сколько у нас сейчас воспроизводится медиа одновременно и если это количество равно 2 это значит что нам нужно применить транзишн для того чтобы у нас плавно сменились медиа потом к каждому из медиа применяется вот тот эффект на схемке которого я показывал то есть как как он сам по себе независимо от других прокручивается внутри или двигается или растягивается еще нужно помнить что у нас есть аудио файлы и к ним тоже применяются транзишены точнее один транзишен который плавненько включает громкость и под конец немножко ее сбавляет мы выбрали эти интервалы так чтобы не сильно обрезать ну музыку и текст но при этом чтобы все угасало плавненько и в конце концов нам нужно проверить не пора ли нам уже заканчивать проигрывать контент то есть если у нас наш счетчик времени который идет всегда достиг конца больше нечего воспроизводить то мы должны все заканчиваем проигрывать этот контент и это была задача по проигрыванию одного контента но у нас есть еще приколы с тем что мы воспроизводим целую ленту из контента у нас есть расписание и внизу есть превьюшки и нам нужно еще обобщить немного систему чтобы она хорошо работала и для последовательности контента и наш главный враг здесь это черный экран это значит что либо что-то сломалось либо что-то не успело подгрузиться и это значит что нам нужно выбрать для какого-то среднего интернета нужные интервалы подгружать на несколько контентов вперед и сейчас так и делается подгружается следующий контент и все которые в пределах 30 секунд если их несколько и более того нам нужно правильно уничтожить прошлый контент который закончил проигрываться потому что у нас есть память оперативная которая ограничена и она может вмещать себя ограниченное количество картинок которые мы загрузили и сделать так чтобы флеер мог сутками проигрываться и работать это была настоящая забава потому что мы постоянно сталкивались с проблемой что не хватало памяти где-то была утечка памяти и условно проходило 12 часов и плеер падал для браузерной среды если просто смотреть плеер браузер это не очень критично но когда мы говорим про какие-то цифровые экраны которые крутятся то это становится критичным нам нужна бесперебойная работа теперь про сборщик это было все про плеер теперь про сборщик сборщик собственно интересен тем что он написан с нуля что все вот эти штуки по перетаскиванию по сборке из медиа про таймлайн они написаны просто на почти чистом джаваскрипте ну из того что можно подсветить это то что у нас есть таймлайн у нас есть каретка с помощью которой мы можем перематывать время у нас мы можем масштабировать изменять масштаб таймлайна ну например если мы монтируем длинный семинар то нам нужно его вмещать на экране мы можем двигать и изменять размер у элементов и это все приходится писать самим потому что мы просто смотрим буквально насколько мы перетащили мышку изменять размер таким образом все выделения они тоже написаны с нуля и то что я не видел ни в одном редакторе это система которая не спрашивает сколько тебе дорожек нужно для контента сколько тебе нужно аудио дорожек или видео она просто берет столько сколько у тебя есть и добавляет еще одну если ты не добавил ни одного аудио ну пожалуйста у тебя вот одна аудиодорожка перетаскивай туда как только ты перетаскиваешь что-то появляется вторая и в какой-то момент нужно было переписать вот на такую гибкую систему но теперь мы можем виджеты расставлять хоть просто на 50 дорожек потому что до этого они у нас было две дорожки и на них постоянно пересекались виджеты и этим просто было неудобно управлять из продвинутых систем это система снэпов которая позволяет ну привязать передвижение и изменение размера к каким-то уже существующим якорям например сделать так чтобы следующая картинка сразу началась после предыдущей это значит что нам нужно считать складывать в какое-то место все начала и все концы всех медиа и если мы приближаемся к этим отметкам то доводить мышку до конца и эта штука включается с помощью специального шортката и вообще шорткаты написаны тоже нами и они появились таким образом нам просто сайтовод который собирал анонсы говорил ну вообще было бы прикольно если бы можно было шифтом например удалять контент со сдвигом и мы сделали так условно что можно ресайзить изменять размер контента просто а можно с шифтом и тогда он тянет за собой следующие медиа или что можно удалить просто медиа а можно удалить шифтом и тогда все остальное, что там было сдвинется на место удаленного контента И это просто упрощает сборку контента, потому что нужно собирать большое количество анонсов, и поэтому у нас есть челлендж сделать простой инструмент для этого. Еще есть интересная штука с виджетами, потому что вот это редактирование виджетов, чтобы его сделать, нужно было тоже постараться, потому что виджеты живые, и они на самом деле, мы создаем такую микроэмуляцию плеера, куда могут встраиваться виджеты, чтобы их можно было редактировать, а только потом они уже по-настоящему, после нажатия кнопки «Внабить» встраиваются в основной плей. Расписание. Это про инструмент, который позволяет упорядочить контент в течение дня. И что в нем интересного? Во-первых, ну вот так выглядит, расписание состоит из блоков, расписание на день. А каждый блок, он содержит в себе какой-то контент, который распределяет редактор с помощью, ну, выделения специальных категорий. И, во-первых, интересно в нем то, что есть разные уровни масштабирования. И они, во-первых, показывают разное, то есть условно первые два уровня масштабирования, сверху которые, они позволяют просто посмотреть, какие сегодня есть блоки. Ну, например, если бы у нас было несколько блоков, то мы бы увидели сразу обзор на их порядок. А когда мы начинаем увеличивать дальше масштаб, то мы уже видим контент, который по этим блокам расстасован. И вторая интересная штука, это что в какой-то момент хронологическая шкала меняется. То есть на первых трех уровнях масштабирования мы видим, что у нас строго одинаковые участки времени занимают одинаковую высоту. То есть у нас, значит, расстояние от нуля до одного часа, такое же, как от одного часа до двух. И у нас, ну, как, не знаю, какое-нибудь расписание в Google календаре, которое показывает в течение дня просто линии по часам, а внутри расстасовывает контент. Но иногда этим неудобно управлять. Например, когда у нас идет огромный семинар на два часа, а потом такая маленькая перегибочка на пять секунд. И это значит, что в нее нужно целиться. Поэтому появился второй режим, в котором время относительно, нет, ну, время и так относительно, в котором каждый контент занимает одинаковую высоту, а время уже распределяется как есть и просто показывается на такой неравномерной шкале. И здесь еще удобно управлять порядком контента. А первая шкала, она для того, чтобы просто оценить, что, что, сколько занимает. Как взять блок и сгенерировать из него расписание? Тоже интересная задача, потому что нам нужно как-то примерно равномерно взять все, что есть в блоке, взять ограничения по времени, потому что блок, он может там поставлен быть на два часа, и каким-то образом наполнить этот блок контентом. Вообще, у программистов есть задача, которая называется банкомат. И эта задача, ну, она очень кратко звучит так. Вам нужно получить в банкомате такую-то сумму, значит, 550 рублей. А в банкомате есть купюра следующего номинала, значит, 100, 50 и сколько-то еще. И нужно определить самый минимальный способ, с помощью которого мы можем набрать нужную сумму ровно. И вот это ровно нам критично, потому что нам нужно сделать так, чтобы блок был заполнен максимально близко к его размеру. Чтобы не оставалось дырок, типа, когда остается, не знаю, пустыми 10 минут блока. Но и при этом, чтобы никакой контент не вылезал за длительность блока. И задача в банкомате, она хорошо решается, когда у нас известные номиналы, и когда их немного, типа, там, 5 купюр разных. Здесь у нас каждый контент занимает разное время. И поэтому задача в банкомате, ее решение становится неприменимым по алгоритмической сложности. Поэтому здесь мы применяем такой упрощенный алгоритм, который называется жадным. И это поиск. И он работает так. Мы смотрим весь контент, который есть в блоке. Мы вот сортируем его от маленьких-маленьких перебивочек до самых-самых длинных лекций. А потом мы берем тот, что посерединке. И спрашиваем, а вот для того, что посерединке, ему хватает ли места, или он уже не вмещается. И если он еще вмещается, то значит, что нам нужно искать где-то в правой половине. Там, где более крупные, где более, как бы, лекционные форматы. Если он не помещается, то нам, наоборот, нужно выбрать более короткий контент. Там какую-нибудь перебивку. И мы просто повторяем этот алгоритм столько раз, сколько нам нужно, чтобы заполнить блок. Этот алгоритм не гарантированно заполняет блок. То есть у нас может остаться пустое место, но фактически у нас есть куча-куча маленьких перебивочек, небольших контентов, которые в случае чего этот блок дозаполнят. И поэтому у нас не возникает пустот в настоящей жизни. И в какой-то момент мы начали не просто вставлять контент в блок расписания, но еще и предшествовать его маленькой перебивочкой. И они вели себя как одно целое. То есть мы искали место в расписании сразу для них двоих. Еще блоки можно растягивать, и при этом нам нужно не трогать все, что было до этого, но при этом сгенерировать на оставшийся кусочек, еще догенерировать контента. Или наоборот. Мы можем блок сжать, и тогда нам нужно убрать все, что вылезло, и задово перегенерировать какой-то кусочек. Потому что вот мы сжали на этой картинке, на этом видео, блок так, что создание логотипа у Николая Ронова перестало помещаться. Это значит, что нам нужно его убрать, и вместо него перегенерировать какие-то более мелкие контенты, сюжеты. И мы переходим к последней части, и она прикольная. Она про виджеты, про интерактивные элементы, которые находятся поверх трансляции. Это комментарии, голосовалки, кнопки, ссылки, бегущие строки, виджет с лицами, виджет с погодой и много, еще много других. И самое главное, с точки зрения виджетов, с технической стороны, это то, что вся система виджетов работает, я назвал это дедуктивно, как мозг. Мы не писали эти виджеты так, как это делают остальные. Ну, если кому-то обычно нужно создать комментарии, то он пишет кусок, который отвечает за комментарии, создает какую-то базу данных под комментарии, и кусок, который он написал, больше невозможно переиспользовать. То есть, если он захочет себе что-то еще, нужно заново писать какой-то блок на сайте, заново его программировать. Мы написали общую систему, которая позволяет написать любой виджет, с любой интерактивностью, с любым, ну, опять же, дизайном, которая вертит данными как угодно, и все существующие виджеты и комментарии, и реакции – это частные случаи вот этого общего решения. И это очень сложно сделать, но это дает огромное преимущество, что мы можем дописывать новые виджеты с легкостью, в том числе, если это какие-то клиентские виджеты. У нас есть как бы уже заготовленный протокол. Мы знаем, как с минимальными усилиями написать новый виджет. Чтобы написать... Чтобы написание новых виджетов было легкостью, мы со своей стороны написали... Программисты называют это framework. Это когда мы пишем код, много плохого кода, который упрощает написание хорошего кода, можно так сказать. И мы написали на своей стороне много такого кода, чтобы новые виджеты дописывались с легкостью. То есть все некрасивое, все детали реализации мы скрыли и сделали написание виджетов простым. И вообще, с точки зрения браузера, виджеты — это HTML-элементы. То есть если все, что мы видели до этого, Canvas — это пиксели, в которых просто рисуются в нужных пикселях кусочек картинки, то виджеты — это HTML-элементы, как кнопка, например, на сайте. Но это не просто HTML-элементы, а на самом деле программируемые компоненты на фронт-энде. То есть мы внутри виджетов можем запрограммировать сложную логику, используя современные инструменты. Если бы это была просто HTML-ка, то, не знаю, нам пришлось бы писать на чистом JavaScript, и это было бы мучение. Когда приходит время воспроизводить виджет, он скачивается из нашей отметки PlayRam и с помощью специальной библиотеки монтируется прямо в трансляцию. Прямо есть отдельный слой, который называется слой с виджетами, и туда просто вставляются вот эти компоненты программируемые. Типа на уровне плеера это комментарии и бегущие строки, и реакции, а на уровне контента это то, что добавил редактор и виджет с виджетами. И эта пшеница получает поля. Есть поля, которые заполняются редактором. Это то, что я показывал. Когда мы создаем кнопку с ценой, то редактор туда записывает цену типа 2000 рублей, название и ссылка, куда это ведет. Помимо этого, в каждый виджет прокидываются технические поля. Автоматические. Это всякая вспомогательная информация, которая помогает запрограммировать виджет. Например, виджет знает, сколько он длится по времени. А еще он знает, сколько весь контент длится по времени. А еще он знает расписание, если оно загружено. И он знает время, на какой отметке сейчас проигрывается плеер. И еще он знает состояние ховера, user, пользователь, навел на плеер или нет. И всякие такие штуки он знает. Зачем это нужно? Ну, например, есть виджет с субтитрами. И скорость, с которой движутся субтитры, она не постоянная. Она зависит от того, сколько у него есть времени. То есть, когда нужно условно вот этот текст проиграть за 20 секунд, то он проигрывает его вот с такой скоростью. А если редактор этот виджет стянет до 5 секунд, то он проиграется быстро-быстро. Для того, чтобы не приходилось редактору подбирать. нужно длительность. И поэтому нужна информация, например, о длительности этого виджета. Или, например, есть виджет с расписанием, который получает расписание. И когда он вставлен в реальную трансляцию, он показывает, что сейчас, значит, будет вот этот контент, дальше лекция, дальше диджей. Если его вставить в сборщик, то... Не знаю, мне это очень напоминает то, как мы живем сейчас. Потому что неизвестно ничего. Но, тем не менее, в реальной трансляции этот виджет получает реальные данные и отображает их. Вот этой штуке со скачиванием, монтированием виджетов и прокидыванием технических полей, ее у них хватает на все. И обычно ты понимаешь, что это недостаточно, когда ты приходишь на созвон и тебе показывают макет. А в макете там что-то, что уже не вписывается в твою картину мира, и ты уходишь думать еще раз. И есть простые статические виджеты, типа кнопок или ссылок, или чего-то еще, которые воспроизводятся просто у каждого в браузере, не обладают никакой особой информацией. То есть, ну, мы знаем, что это ссылка, мы можем нарисовать ссылку и сказать, куда она ведет. Но есть более сложные виджеты. Например, голосование. Когда мы нажимаем на кнопку «Голосование», это значит, что мы должны наш голос куда-то отправить, для того, чтобы остальные зрители смогли этот голос у себя увидеть. Получается, что нам нужен какое-то еще дополнительное хранилище состояния виджетов. Помимо тех полей, которые заполняются редактором и которые прокидываются из флеера, есть еще так называемые динамические поля, которые хранятся на сервере в одном месте. Например, для голосования такой сервер хранит вот сколько голосов «за» и сколько «против». И пользователь может отправить свой голос на этот сервер или получить текущую статистику. Мы сразу здесь получаем такую проблему. Нам нужно как-то сделать механику, которая делает этот процесс не взламывая. Ну, чтобы, например, нельзя было взять и отправить тысячу голосов «против» из одного клиента. Поэтому там встроена, написана система, которая ограничивает выполнение действий. Мы для любого виджета можем задать некие лимиты. Например, у виджета с голосованием лимит простой. Мы можем проголосовать один раз. А если это виджет с комментариями, то там вид лимит, он ограничен по времени. То есть мы можем условно комментарии оставлять не чаще, чем раз в 10 секунд. Это еще и отрисовывается в интерфейсе, но то, что мы создали эти ограничения на бэкэнде, оно делает эту систему менее взламываемой, если кто-то захочет ее взломать. Вдобавок к этому нам нужно запоминать вот эти все состояния, которые создаются на бэкэнде. Потому что мы хотели бы посмотреть через полгодика, а сколько лайков и дизлайков собрал вот этот контент. Или сколько нам там наставили реакций за все время запуска под опусом. И поэтому нам нужно научиться класть данные о виджете в базу данных. Ну и, конечно, здесь сложность в том, что каждый виджет имеет свои данные, а база одна. Мы не можем позволить себе под каждый виджет создавать новую таблицу. и поэтому нужно было придумать способ, как хранить данные унифицированно. И нужно иметь в виду, что некоторые виджеты, они привязываются к контенту. Например, голосование. У нас голосование в одном контенте и в другом, одно и то же, но вставленное в два разных контента. Мы бы хотели знать данные по отдельности. Сколько лайков этому и сколько этому. А комментарий и... Это, например, виджет с глобальным состоянием. То есть мы... Комментарии существуют одни на странице, не привязаны к контенту, и поэтому сохраняются они тоже в одно место. Чашка кофе. Это виджет, который можно было заметить на телевизоре, вот здесь, на седьмом этаже, в течение какого-то времени. И снаружи выглядит вот так, что у нас появляется кружочек, где написано, сколько сегодня выпили чашек кофе. Это сделано с помощью нового класса виджетов, которые мы назвали интеграционные. Вообще, изначально были студийно-специфичные виджеты. Например, был виджет с DJI, или виджет с колодством, который умел принимать вот прям тексты с колодства и рисовать его в HTML. Это небольшая задача. Но проблема этих виджетов в том, что они не масштабируются, что их нельзя использовать нигде, кроме студии. Поэтому мы пересмотрели концепцию виджетов и решили, что все виджеты должны быть независимыми от студии. И для того, чтобы реализовать вот этот виджет с кофе, мы, опять же, сначала написали более общий виджет, который называется число из API. То есть мы делегировали вот эту специфичность на какой-то сторонний сервис. В данном случае мы просили разработчиков кафе создать, ну, называется API, создать условное место, куда мы можем обратиться и узнать, сколько там сегодня выпили чашек кофе. На своей стороне мы ничего не знаем ни о чашках кофе, ни о количестве людей, которые пришли в студию. Мы просто знаем, что в нужный момент нужно обратиться к такому-то API стороннему. Оно должно вернуть строгий ответ с заготовленными полями в нашем описанном формате. И мы отобразим его просто как есть. Или с днями рождения. Тоже мы получаем просто строку, не смотрим, что там написано, и выводим, как есть, на экран. И таким образом мы получаем общие виджеты, которые можно использовать не только в студии. Появляется клиент, который хочет себе не чашки кофе, а собранные комбайны. Мы говорим, ну вот, пожалуйста, сделайте нам место, откуда мы можем забирать количество собранных комбайнов, и появится эта штука в трансляции. То же самое с погодой. Это тоже интеграционный виджет, который берет информацию из какого-то сервиса, который предоставляет погоду по IP-адресу. И котировки, и курсы валют – это такие же интеграционные виджеты. Иногда мы берем их не из IP, а из более какого-то простого формата, который можно редактировать без вмешательства программиста. Ну, например, виджет с лицами, который кружочек в углу, он список возможных лиц, подписей и ссылок, он берет из Google Дока. И мы просто написали один раз обращение к таблице, но теперь, чтобы изменить лица, которые возможны в трансляции, нужно просто редактору зайти, ну, загружать файлы и специальный Google Док записать. Теперь есть еще вот такое вот лицо. И многие виджеты, они сделаны для того, чтобы можно было менять их содержимое без нас, без программистов. Вообще этот доклад не про код, но я решил показать один кусочек, который показывает, что все некрасивое, что связано с лимитами, с сохранением в базу. Оно скрыто, оно где-то там в деталях реализации. И вот новый виджет, если мы хотим написать, это виджет с двумя кнопками голосования, типа лайк или дизлайк. Он пишется очень просто. То есть здесь 18 строчек, из которых 5 пустые. И для того, чтобы написать новый виджет, вообще не нужен человек, который знает про потокус. Потому что виджеты — это отдельная система, куда можно прийти, что-нибудь написать по правилам, и оно будет работать. Произошла такая изоляция кусочек технологии. И это удобно. То есть мы просто пишем, значит, лимит один, и сохраняя, значит, этот виджет в базу данных, привязывая его к контенту. И, значит, у него такие-то действия, такие-то данные есть. И все виджеты, которые написаны, они занимают очень мало строк. Есть еще виджеты, которые не попали в финальную версию, но они тоже прикольные. Первое — это виджет «Ваше очень важное мнение». Это как реакции, только текстовые реакции. То есть ты пишешь всякие слова, и как комменты, но они появляются в определенный момент, и все видят то, что ты пишешь, и ты видишь то, что пишут все остальные. И, условно, получается такой поток из сообщений прямо при сборке, прямо при досмотре какого-то контента. Ну, он не дошел до прода. Сережа Куренкович предлагал еще поставить снизу него такую мусорную корзину, и все сообщения, которые появляются, потом туда вот так плавненько отправляют. Очень жалко, что мы не довели людей до конца. Есть виджет, который называется «iFrame». iFrame — это такой способ внутри сайта открыть другой сайт. И это может быть полезно, в первую очередь, для какой-то клиентской разработки. Например, если у клиента есть какой-то готовый уже кусочек сайта, который он бы хотел вставить в трансляцию. Не знаю, например, там, спортивная трансляция, которую он хочет вставить к нам и показывать определенный момент. И iFrame — это такой способ к себе забрать кусочек сайта. Но в случае с потокусом я придумал ему применение. Я просто засунул в iFrame ту же самую страницу и открыл потокус в потокусе, чтобы ты мог смотреть потокус, пока смотришь потокус. К сожалению, невозможно делать это бесконечно, рекурсивно из-за ограничения веба, но оно того стоило. И мне было очень... немножко разрывает шаблон на трансляциях, и мне было очень весело, что так, в принципе, возможно. И третий виджет. Если есть проблемы с эпилепсией, то не смотрите, пожалуйста. Этот виджет называется «Пиздец». И это мой любимый виджет. И он выглядит вот так. Ты вставляешь текст, и он с помощью CSS-а анимирует его, добавляя ему случайные цвета, смещение и крутяя его во все стороны. И он даже в каких-то вариациях используется в реальном контенте. У него есть несколько стилей. Это мой самый любимый, написанный в начале. Есть еще всякий крутящийся текст, едущий колесом. И в этом была идея, и сейчас стоит идея в том, что должно быть больше таких острых сигналов, чтобы это превращалось в такое японское телевидение. В чем состоит главный технологический принцип? Он на самом деле был сформулирован в контексте виджетов, и он работает во всем потокусе в целом. Это то, что технология потокуса абсолютно абстрактная. В том смысле, что она не привязана к студии. Что нет ни одного решения, которое бы нас цепляло за студийные какие-то сервисы или ограничения. Все виджеты и все способы управления медиа, они абстрактны, и они переносятся, например, к другому клиенту. И в целом в эмотиках получилось, что потокус работает вот так. Но фактически с точки зрения разработки потокус выглядит вот так, потому что это очень сложно. Потому что веб — это очень такая нестандартная среда, в которой есть много ограничений, и в которой иногда возникают противоречивые ограничения, когда ты не можешь реализовать решение идеально, потому что технология не позволяет. И обычно я говорю, что мы будем с этим дальше делать. И основное направление, ну, всегда есть закрытие технического долга и оптимизация, в том числе по вычислительным ресурсам, сейчас она, например, просела. И, наверное, главное направление, в котором можно оптимизировать, это раскрытие движка большим наполнением. У меня такое ощущение, что движок, ну, намного мощнее, что мы еще сами не знаем, как на 100% использовать все его мощности. Вот эта абстрактная система и виджетов, и контента в целом, она позволяет делать мега сложные штуки. И главное направление, в котором мы будем развиваться, это научиться использовать эти штуки и поставлять их. Потому что голосование в трансляции, это уже прикольно, но можно сделать в 100 раз больше. Мне так кажется. Обычно я говорю, что это все, но на самом деле это не все. Но я не могу стоять здесь бесконечно. Спасибо, что послушали. Спасибо. 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 Спасибо.